Вступай в группу канала ВКонтакте. Ссылка есть в описании под видео, а также на главной странице канала. Комментируй видео, ставь лайки, делись с друзьями, будь в теме канала Воблер. Ребята, всем привет, с вами Воблер. Представляю новую рубрику на своем канале под названием... А нет никакого названия. Название, ребята, придумайте вы. Пишите ваши варианты в комментарии под видео. Смысл рубрики такой. Мне часто ребята присылают ВКонтакте свои аккаунты, чтобы я протестировал крафт и сказал плюсы и минусы его. Либо проверил на имбовость, скажем так. Первый участник этой рубрики Антон с ником Клоуд17 в игре. Он предоставил свой крафт под названием RawVersia2.3. Это дирижабль седьмого тира. Да, ребята, это именно дирижабль. Еще есть шанс на массовое возвращение дирижабля в игру Robocraft. Этот дирижабль является седьмого тира, но по ЦПУ он считается педобирским. Почти полторы тысячи ЦПУ ушло на его постройку. Ну, почему педобирский? Да потому что обычный игрок, который прокачивается в игре, Robocraft не может себе позволить полторы тысячи на седьмом тире. Поэтому этот крафт считается педобирским. Давайте мы же зайдем в тренировочную комнату и я покажу, как он себя ведет. Вот он наш дирижабль с пятью плазменными пушками. Мы видим, как он хорошо себя ведет в полете. Быстренько поворачивается как в левую, так и в правую сторону. Быстренько сдает назад. Видим, как летит назад, если нужно быстренько. Быстренько он летит вперед. Это при том, что у него стоит для стабилизации всего лишь одно крыло. Автор Антон, конечно, сделал колоссальное усилие для его стабилизации. Он хорошо себя ведет. Видите, как поворачивает. Мы видим, что дирижабль стреляет в одну точку. То есть хорошо выцеливать врагов. Четко он стреляет. Какой еще нюанс в этом дирижабле? Как сказал автор, на нем нужно играть как на дирижабле и как на самолете. То есть если есть дирижабли, которые вы, допустим, нажимаете пробелы, они быстренько взлетают вверх. Да. Либо, допустим, нажимаете shift и ваш дирижабль быстренько летит вниз. То у этого дирижабля идет немножко специфическое такое управление. К нему нужно привыкнуть. Сразу говорю, после 5-6 боев вы привыкаете. Если на этом дирижабле нужно быстренько уйти вниз, то вы жмете вперед, поворот и вниз. И таким вот крученными движениями вы уходите от врагов. Да, интересный дирижабль на самом деле. Ну, дело в том, что я бы его больше назвал не дирижаблем, а больше самолетом. Потому что он летает как самолет. Но функция дирижабля, он может зависать над противниками и бить, да? То есть если самолет, он летит, и вы должны в полете стрелять, то дирижабль может зависать и может быстренько отлететь назад. Ну что, пойдемте в бой, проверим дирижабль в бою. Ноль. Так, подымаемся, спереди какой-то вертолетик. Мы такими вот движениями, как самолета, набираем высоту. Смотрим, куда наши. Наши по левой стороне едут. Да. Испытываем свои пушки на прочность. Так. Сразу я сейчас, наверное, займу возле скалы какую-то позицию, чтобы оттуда подамажить. Хотя неизвестно, по какой стороне поехали противники. Буду здесь из-за скалы играть. Так, так. Еще не совсем привык к его управлению. Немножко отъехать. О, снайпер уже куда-то залез. Опа, мы видим врага. Помечаем его. И надо свалить, свалить быстренько. А то, чувствую, сейчас у меня наваляет. Вот он. Залетел. Перевернулся. Так. Наши просто все по этой скале полезли. Это команда такая скалолазов у нас. Так, сейчас попробуем этого задамажить. Так, ага, убили его. Так, убили его. Смотрите, вообще необычный такой раш команды по горе. Именно по горе. Не то, что снизу, а все на гору вылезли. Вот где их осиное гнездо. На телепуху. О! Нормально. Ух ты, снайпер. Видите, как снайпер дал по мне залп. Да сколько? Один, два раза попал. И меня всего лишь немножко потерзал. Немножко нанес урона. Меня уже хил быстренько и отхилил. Наверное, надо бить в толпу снайпера. Вот, надо было повыше чуть-чуть брать. Да, повыше. Сейчас выстрелим. Да, накрыл сразу двоих. Вот чем преимущество плазмы. Это как удар артиллерии. У него сплэш есть. И если наземные крафты, то их можно задамажить. Не одного, а несколько. Бьем еще раз так вот. Осторожно. Вдаль куда-то. Снайпер там своим лучом лазерным. С этого. Ого, нагастого. На, получай нагастый. Чу-чу-чу-чу. И здесь снова выстрелил. Это так. Знал, что не попаду. Лишь бы напугать. Так. Что у нас там? Она сейчас туда вот. В толпу. На тебе. Видели сколько урона? Во. Вообще огромное количество урона выбил. Так. Сейчас. Вот блин. Сейчас попробуем подлететь поближе. Так. А. Не туда. Не туда выстрелил. Крафт перевернулся. Вот так вот. На тебе. СМГшник. Получай. Так. Попали. Сейчас попробую. Как-то задом. Ай-яй-яй. Я что, застрял что ли? Так. В толпу. Вот туда вот. На. Шмяк. Ничего себе. Ребята. Смотрите сколько. Что. Двоих или троих сразу сваншотил. У меня уже три фрага. Ничего себе. Я в шоке. На тебе. Ай. Не успел. Да. Так. Туда. Сейчас попробуем этого добрать. А ну стоять. Стоять. Есть. Подобрал. О-о-о-о. Четыре фрага. Воблер. Красавчик. На дирижабле. Только вот ребята дирижабль. На самом деле. Бои не всегда такие гладкие. Потому что. Вы же понимаете. Команда бывает разная. И противники бывают разные. Да и действия игрока бывают разные. То есть он достойный крафт на седьмом тире. Очень хорошо держит урон. Тем более. Видите какой нюанс. Крафт. Допустим. Ранили его. А он все равно держит свою стабильность. Бывают такие крафты. Когда ему отбили 15-20%. Все. Он уже не управляем. Этот крафт. Довольно нормально себя ведет. В бою. Так. Ну что. Где там еще один остался. Так. Попробую сейчас к нему долететь. Может все таки сейчас и подсосу. Я могу подсосать. Так. Так. Что там. С ногастый наверное. Снайпер какой-то. На. Так. Так. На. Повернуть чуть-чуть. Правее. Прицел. Огонь. Ох. Хорошо попал. В 42 тысячи. Красиво. Сейчас заберем огонь. Ай. Блин. Видели? Забрал бы. Просто забрал бы. Не успела плазма моя долететь. Посмотрим. Что я набил тут. То что 4 фрага я уже видел. Так. 4 фрага и 2 654 цепу. Ну знаете. Для 7 тира это хороший результат. Но хочу еще раз повториться. Что бои бывают разные. И не всегда так хорошо и получается. Вот такой вот сегодня у нас был в обзоре крафт. Под названием RAV версия 2.3. Спасибо Антону за предоставление аккаунта. Чтоб я его мог показать вам ребята. Ну что. С вами был Воблер. Всем удачи. Всем пока.